Дорогие друзья, мои зрители, слушатели и, конечно же, подписчики канала Политека, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович. Вместе с нами сегодня известный украинский политтехнолог Андрей Золотарев. Андрей Владимирович, здравствуйте, рад вас видеть на нашем канале. Здравствуйте, Вадим. Андрей Владимирович, в четверг, 11 января, Верховная Рада Украины должна рассмотреть в первом чтении законопроект о мобилизации. Украинские СМИ, ссылаясь на свои источники, пишут о том, что из законопроекта о мобилизации планируют все же убрать норму о блокировании банковских карт и счетов. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какая судьба может ожидать этот законопроект, учитывая, что и главное научное экспертное управление Верховной Рады и Комитет социальной политики этот законопроект раскритиковали? Более того, я могу сказать, что даже из новых народов очень многие, мягко говоря, не хотят за него голосовать, прекрасно понимая, чем для них это может спустя некоторое время обернуться. Явно в этом законопроекте содержатся такие новеллы, которые еще несколько лет назад, скажи, представить никто себе не мог. Тем не менее, есть стойкое ощущение того, что этот законопроект писался политтехнологами, ибо он в четком соответствии с изменившейся формой мобилизации. Сегодня мы имеем такую беспредельную трамвайно-троллейбусную мобилизацию, и когда вместо мужичков с папочкой в пикселе видим уже в волоклавах, в шлемах, с бронежилетами, с автоматами. Ну, это же как бы явно момент устрашения. Вот и, собственно, и этот законопроект по своему характеру очень четко, как говорится, совершенно понятно то, что в нем явный дисбаланс в сторону кнута. А любая правовая норма, она должна базироваться на балансе кнута и пряника. Здесь этого и в помине нет. Понятно то, что наиболее одиозные нормы из него уберут. Это прогнозируемо, поскольку ни в какие ворота ни в законам, ни Конституции Украины наиболее вопиющие. То есть, несоответствующих законам Конституции Украины там, я думаю, вполне хватит, останется. Но кто на это будет обращать внимание, когда бал правит его величество политичная доценность, политическая целесообразность. Поэтому, скорее всего, его таки протащат, правдами и неправдами. Несмотря на то, что там на возражение Евросолидарности, Батьковщины, даже Бойко поднял голос. Но я думаю, что вопрос тут даже не в количестве фракций, а в наличии пропрезидентского большинства. То есть, искомого количества депутатских штыков, которые чутко прислушиваются к мнению банков. А пропрезидентское большинство, оно пока присутствует. Да, наблюдаются уже элементы такие фронты, некоторое волнение, вот как сегодня вокруг отставки безумной. Но, тем не менее, общая ситуация это не меняет. То есть, протащат, но политические последствия будут. Именно, выражая словами Нового комитета по нацбезопасности, представитель фракции «Голос», который говорил о том, что президент политический уже умер. Ну вот, собственно, щей до легкой руки и, как говорится, оформят ямку таким вот образом. Поскольку это кардинально может ударить по общественным настроениям. С какой целью это делается? Либо, вот как некоторые эксперты считают, что это так, продемонстрировать все ужасы, все предстоящие ужасы. И чтобы народ, который долго настраивали на мир в границах 91-го года, на победу Украины, согласился на похабный мир. Ну, вот как в старом анекдоте про Равина и еврея, когда еврей приходит жаловаться на жизнь Рэбея, тот говорит ему, купи козлу. Вот, когда он пожил месяц с козлой, а теперь продай. Ну, почувствовали разницу. Поэтому, вот такими, возможно, вот такие вот вещи. Поскольку решить ключевую проблему, ведь закон – это инструмент, это не решение. Есть проблема мобилизационного резерва, дефицита личного состава. Но решит ли закон эту проблему? По сути, там, если посчитать, там, ближайшие, там, полгода, там, 35-50 тысяч ежемесячно надо пополнять. То есть, это то количество, как говорится, мобилизованных, которые в состоянии обучить. Но, если на них финансовые ресурсы, чтобы одеть, накормить, обуть, вооружить, вопрос остается открытым. Поэтому, у меня остается, ну, как говорится, никогда не запрягают жители впереди лошади. А тут, с этим законопроектом, ну, у меня стойкое ощущение того, что тут все-таки какая-то политическая собака дозарыта. Андрей Владимирович, ну, мы же все знаем, что мобилизация, она началась не вчера, не позавчера, не месяц назад и даже не полгода. Почему именно сейчас потребовался, понадобился вот законопроект, дополнительный законодательный акт, который регулирует вот все эти вопросы, которые связаны с мобилизацией? Ну, несколько причин. Ну, во-первых, совершенно стало понятно, что никакого притока желающих пополнить ряды ВСУ уже не будет близко. То есть, единичное, да, но того, что было весной 22-го года, не будет. Ну, целый ряд причин, начиная от того, как распоряжаются людским ресурсом на фронте, как поступают с людьми, то есть, насколько честно, не обманывают ли их. Вот и заканчивая тем, люди задают себе вопрос, а за что сражаться, за что голову класть? Ну, не за тех же мразей, которые, там, нацаревав на контрактах с Минобороны, там, покупают себе гостиницы в Хорватии. Ну, и это же только единичные примеры, а таких хватает. Ну, и плюс то, что пример, ведь всегда, если мы хотим, чтобы общество мобилизовалось, надо демонстрировать пример, личным примером. Ну, вот показывали там, кто из топ-политиков, у кого из топ-политиков Израиля, с мужа, дети, ближайшие родственники мобилизованы. И последний пример, там, сын Бени Ганса, экс-главы енштаба Израиля, погиб в Газе в составе штурмовой группы на предки. Вот тогда, ну, когда понимают, что воюют все, ну, тогда это один, как говорится, это шажок в формировании мотивации. Когда видят, что кто-то там отсиживается в батальоне Монако, отпрыски отправлены куда-то в безопасные и теплые края, это работает на понижение мотивации. Люди все прекрасно это видят. Ну, и плюс то, что во многом для меня это остается загадкой. Вот какие-то настоящие агенты Кремля, ну, проводили такую гуманитарную политику, которая разъединяла украинцев, демонстрируя там, вот, правильный, а вот и Москвороты неправильный. То есть, это же тоже, ну, создает предпосылки для того, чтобы желание служить и защищать с оружием в руках Украину, ну, падало на минимум. То есть, вот таких причин масса. То есть, но можно констатировать факт того, что возник дефицит, естественно. А люди это такой, ну, это ресурс, который в условиях войны имеет свойство истощаться. Поэтому заложенного можно понять. Но тут, наверное, решать по-другому. Все-таки демонстрировать не кнут, не работать через страх. Поскольку закон украинской политики у нас издуманное закручивание гаек приводило к срыву резьбы. А все-таки надо подумать о пряниках. Ну, а с пряниками в условиях, ну, конец года мы знаем, что у нас с бюджетом, что у нас с финансовой помощью. С пряниками, видимо, тоже не сплясывается. Поэтому вот и запускают. Я думаю, что как раз политически, политтехнологически одна из целей этого закона. Ну, пусть обсуждают этот закон. Чем будут обсуждать то, что итоги 2023 года оказались совсем не такими, как в конце 2022 года ожидали украинцы. Андрей Владимирович, и про кнут, и про разделение, и про разделенную Украину, о которой пишет издание «Затай», мы с вами поговорим, но чуть позже. Юрий Луценко, бывший генеральный прокурор Украины, бывший министр внутренних дел, на днях сказал примерно следующее, что ежемесячно вооруженные силы Украины несут потери убитыми и ранеными в 30 тысяч человек. Ежемесячно, на ваш взгляд, вот эта информация, она может соответствовать действительности? Это похоже на правду? Смотрите, тут надо делить, ибо Юрий Витальевич так удачно попал, что его подхватили и российская пропаганда, стала активна. Вот видите, мы же говорили о том, что полмиллионных потерях Украины. Возможно, отдельные месяцы, допустим, июль. Есть периоды, когда под Бахмутом весной, летом под Работино, то есть когда потери, естественно, возрастали в разы. Есть месяцы относительно количества потерь, интенсивность боевых действий снижается, падает интенсивность. Но то, что, скорее всего, цифра погибших на войне давно перевалилась за 100 тысяч, с этим я могу согласиться. Андрей Владимирович, относительно все же разделенной Украины, о которой пишет издание «The Time», 24-й год – это переломный момент в войне. По мнению издания, в этом году Украина останется де-факто разделена, и теперь у России есть инициатива на поле боя, материальные преимущества. Несколько тезисов. Если Украина в ближайшее время не решит свои проблемы с кадрами, не увеличит производство оружия, не разработает реалистичную военную стратегию, ее территориальные потери могут оказаться постоянными и, возможно, даже расширятся. Украина получила сильный удар от ослабевающей политической и материальной поддержки со стороны США, а перспективы европейской помощи лишь немного лучше. Украина отчаянно нуждается в дополнительных войсках. По всем этим причинам в этом году Украина пойдет на больший военный риск, включая удары по большему количеству целей на территории России, которые спровоцируют беспрецедентные ответные действия России, могут втянуть Северо-Атлантический альянс в конфликт. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, мы обречены в этом году пойти еще на больший военный риск? Другого варианта нет? Ну, лучшее следствие защиты – это наступление, но не в нашем случае. Совершенно понятно то, что кто, какие светлые умы планировали в конце 2022 года, строили планы. Для меня это загадка, ведь военную стратегию надо планировать от имеющихся и возможных ресурсов. Ну, явно, судя по общению, это ни для кого не секрет в том, что как раз и в среде слуг народа бытовало такое убеждение, что дадут и денег, сколько надо, и сколько надо оружия. Когда на возражение о том, что это, ну, как-то, такие предположения не стоят ногами на твердой почве, только отмахивались. Но получилось, к сожалению, как говорили пессимисты. В самом оптимистическом для нас варианте, да, будет в некоторых, скажем так, пусть в сокращенном виде, будет решен вопрос о финансовой и военной помощи со стороны Соединенных Штатов, но еще раз подчеркиваю, она будет значительно урезана. И вот то, что там из серии «Дорань, Думка и Богатия» там о 60 миллиардах, возможно, 60 миллиардов будут поделены между Израилем, Тайванем и Украиной. И надо понимать то, что кто для Соединенных Штатов приоритетнее, поскольку стратегический союзник в НИНАТО, или Украина, которая, ну, можем говорить о партнерских отношениях. Вы полагаете, что эти 60 миллиардов, там, 61 миллиардов Украине не достанется? Вот эту сумму разделят Украина, что-то достанется Израилю, и какой-то кусочек получат? Да, я полагаю в том, что если Украине останется там 25-35 миллиардов, это будет очень хорошо. Ну, остальное Соединенные Штаты предлагают переложить на плечи своих партнеров по НАТО из Европы. Но то, что мы видим сейчас в Германии, и текущие события, и как идут дела у Шольца, возможно, да, он и хочет помогать Украине, но там у меня очень большой скепсис относительно, сможет ли он помочь. Ну, то есть, соответственно, обидцинка-цятинка. То есть, ее же обещаниями, меморандумами поддержки орудия не заведешь. Ну, Шольц на днях, кстати, пожурил Европейский Союз, сказал о том, что недостаточно Европейский Союз помогает Украине, и то количество вооружения, откровенно говоря, не хватает для обороны Украины. Мы уже тут не рассуждаем и не говорим о перспективах проведения наступательных операций, понятное дело. Ну, естественно, во всяком случае, пока, то есть, когда соотношение количества, допустим, по снарядам, в лучшем случае 5 к 1, ну, кажется, это дай бог отбиться, дай бог удержать фронт, чтобы не случилась катастрофа. А у России в этом плане руки развязаны. И, ну, понятно, особо не оглядываясь там и на потери, они просто нащупывают слабое место, где, собственно, откуда могут начать падать шашечки домино. Поэтому, к сожалению, для нас это очень тревожная ситуация. Поскольку Запад, по сути, у нас был стратегическим тылом, то, собственно, этот тыл, оставшись без тыла, как воевать? То есть, на какие результаты можно рассчитывать? Возникает вопрос. А что касается партнеров, ну, Запад, к сожалению, у меня были тоже завышенные ожидания от относительно возможностей военно-технической, военной помощи со стороны Соединенных Штатов и их союзников по НАТО. Но военно-промышленный комплекс отнюдь не мобилизовался. То есть, и более того, примеры того, что вот как снарядами Рейн Мэттал, ну, где, да, пошли подряды, пошли деньги, но при этом выросла цена. Вместо полутора тысяч евро за снаряд, три с половиной тысячи евро. Вот. Плюс, ну, история сейчас на слуху с этим комплексом Насомс, который Канада год назад пообещала. Оказывается, Консберг говорит, никакого компания, которая производит эти комплексы, норвежская, говорит, а никакого контракта и нет. Андрей Владимирович, вот в свете... На что с такими партнерами можно рассчитывать? Да. Вот история с миллионом снарядов, которые пообещали. Классический пример. По поводу партнеров и по поводу все же роли на те или иные процессы, вы знаете, тут в последние дни появилась целая очереда интересных зарубежных публикаций The Wall Street Journal и Business Insider пишут нам о том, что штаты не поддержали план заложенного провести контрнаступление в 2022 году, чтобы изолировать российские силы в Крыму. Украина предлагала дерзкое наступление с прорывом на запорожском направлении, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. Провал был возможен, а его последствия потенциально могли быть катастрофическими. Однако, если бы вооруженные силы ударили на запорожском направлении, война сейчас имела бы совсем другой вид. Вместо этого штаты предложили сосредоточиться на деоккупации Херсона, считая, что вооруженные силы Украины не хватает обученного личного состава и вооружения, чтобы продвигаться на юг. Также Вашингтон опасался того, что Украина на юге откусит больше, чем сможет проживать и будет разгромлена. Получается, что Соединенные Штаты Америки смешали, спутали заложному все карты и... Нет, ну это уже пошел пиар. То есть, как говорится, мы хотели, но нам не дали. Но на самом деле дело в том, что очень часто в истории войн как раз вот такие авантюрные операции, они очень часто оборачиваются таким крупным военным успехом. Достаточно вспомнить, как после Сталинградской битвы Монштейн, когда поочередно положил шашечки домино Красной Армии от, как говорится, Павлограда до Харькова. Это обернулось шоком для Красной Армии и переходом в такую лухую оборону на длительный период. Хотя там риск был только массажным. С другой стороны, под Харьковом, прекрасно помню, в 1942 год, чуть-чуть авантюрно пошли вперед, как говорится, не оглядываясь по сторонам. Но в результате Харьковский котел, катастрофическое поражение, которое едва не обернулось военным разрывом. Поэтому, не обладая всей полнотой информации, здесь тяжело судить, кто прав был, американцы или замужные. Но, кажется, рациональное зерно здесь было. То есть, не дожидаясь, пока противник грызется, окопается, построит полосы обороны, удалить там, где у него нет. Харьков, Харьковская область осенью 1922 года, это показало, что там, где ударов в том месте, где не ожидали, каким последствиям это привело. Возможно, но американцы, еще раз подчеркиваю, они не были настроены на то, чтобы ситуация вышла из-под контроля, чтобы конфликт перешел какие-то рамки, которые могли бы втянуть в него НАТО, или Россия применила ядерное оружие. Ну, и сам характер военной помощи, ведь, ну, прекрасно помним, 9 мая 1922 года, триумфальное подписание... Лен-Лиза. Лен-Лиза, да. Ну, и что, оказалось пустышкой, абсолютно чистый пиар-ход, чтобы перехватить тему республиканцев, которые начали прокачивать. Но война, это такая вещь, где сложно там взвешивать это. Выгодно, невыгодно. Есть то, что вовремя, как говорится, то, что будет завтра-послезавтра, там, авиация, там, хаймарсы дальнобойные, то все хорошо, но если их не будет завтра, то и послезавтра они могут уже не понадобиться. Ну вот. Пока, во всяком случае, нам давали ровно столько, чтобы мы не упали, но не настолько много, чтобы мы победили. И более того, теперь еще и тот объем будет подвергнут секвесту. Ну, довольно серьезно. Ну, сокращение. Ну, и, естественно, возникает вопрос, американцы же теперь говорят о том, что вы же сами что-то должны делать. Но это уже вопрос к власти. То есть, да, сейчас рассказывают, там, 42 раза увеличили, но, опять же, это пиар, это пиар реляции. Мы освоили производство снарядов. А на войне пиар не работает, как говорится, полноценно. Фронт, он просит количество снарядов. Пока, во всяком случае, наш военно-промышленный комплекс не в состоянии решить текущие проблемы сбровенных цен Украины. Да, ну, надо сказать спасибо молодым людям со светлыми лицами, которые много и красиво рассказывали о светлом будущем аграрной супердержавы и призывали избавиться от всего этого радиоинского мотлаха. Ну, избавились, теперь они в состоянии даже осилить товарные объемы, допустим, тех же минометных мин. А это то, что, как говорится, элементарно было. Анатолий Владимирович, 80 лет тому назад. Я понимаю, да, вы не военные эксперты, какие-то военные нюансы мы с вами обсуждать не будем. Вот о политической составляющей. Издание Бильд нам торжественно сообщает о том, что зимнее наступление Путина, оно провалилось. Россия все так же далека от захвата Купенска в Харьковской области и Авдеевке в Донецке. Из результатов тысячи погибших российских солдат и более 400 единиц уничтоженной боевой техники, сдерживать новое наступление Украина сможет. Насколько хватит боеприпасов. Россия же придется снова собирать резервы, чтобы пойти в очередное наступление. Держим-то в голове, что на носу у Путина его выборы, неоднозначная ситуация, мягко говоря, в Белгороде. Все не так радостно для жителей в Подмосковье с отоплением. Вот эти факторы, вот эти моменты. Насколько они удручают Путина? Ну, дело в том, что там уже и, возможно, и «Черные лебеди», был бунт солдатских матерей. Пока, после Привожинского недопутча, система мобилизовалась, как говорится, схватилась, и ситуацию пока контролируют. Локальные какие-то бунты. Ну, в самом случае, российский обыватель пока еще очень далек от того, чтобы там выходить на площадь и кричать «нет войне». Более того, в подавляющей массе они эту войну одобряют. То есть, это другой момент. Это, опять же, привет нашим конгениальным пиарщикам, которые начали там... Да, победили Пушкина, но теперь российский обыватель воспринимает это как экзистенциальную войну. То есть, они хотели всех нас уничтожить и так далее. Но я думаю, что было бы все-таки продуктивнее говорить о том, что мы не воюем с русскими, мы воюем с путинским режимом. Ну, у Сталина было понимание того, что когда он немножечко приструнил, или у Эренбурга, который там «убей немца», о том, что «нет, Гитлер уходит и приходит, а Германия остается», сказал «великий кормчий». Но это адекватный, это рациональный подход. Но то, что в России вдруг там начнется буза, режим свалят, да, возможно, там «Черный лебедь», там, скоропостижная смерть, но я не думаю, что это решит наши проблемы. Россия правит не Путин, Россия правит коллективный Путин. Если верить некоторыми источниками и профессорам, скоропостижная или не скоропостижная смерть, она состоялась в конце прошлого осени. Да, секта свидетелей Путинского холодильника. Вот. Ну, знаете, это скорее отражение того, что и в российской верхушке, ну, у Кремля много башен. Ну, видимо, кто-то вот так играет. Ибо, ну, слишком много чего говоривший Стрелков находится в Лефортово, ну, а профессор Соловей, как говорится, продолжает свою активную творческую деятельность, и никаких проблем, судя по всему, у него не возникает. И это показатель. И это наглядно. Так вот, ну, у Путина такая ситуация, что завтра он может, как говорится, заявить о том, что цели спецоперации достигнуты, враг повержен и выступить в качестве миротворца. Но пока признаков этого я не наблюдаю. Более того, ну, информационно-пропагандист среде накачивается тема о том, что додавить Украину до капитуляции. Вот. И, ну, это пока на повестке дня. И есть же определенная инерция. То есть, да, если понадобится развернуть, но это все время. Ну, имеем то, что имеем. Во всяком случае, разговор о том, что вот мир может наступить внезапно, я пока не вспомню. Пока Путин полагается на силу оружия, да, и он будет дальше давить. Пока вот вижу 10 точек. И еще раз говорю, они нащупывают слабое место. Уязвимость. Ну, очень много, конечно, загадок. Вы упомянули Белгород, но там они же пишут, что сбивали эти РСЗО вампир. Вы посмотрите, ТТХ снарядов к вампиру, там дальность 20 километров. Посмотрите, дальность Белгорода, расстояние Белгорода от российско-украинской границы, она немножко больше. Ну, и ракета внезапно где-то под Воронежем упала. Бывает, случается. Очень много вопросов и непоняток. Нам рассказывают некоторые коллеги о том, что там вот 15-го начнется наступление на Харьково, другие коллеги рассказывают о том, что группировка войск Белгорода, там всего 10-11 тысяч человек и 60-70 танков. Ну, на днях, Андрей Владимирович, немецкая пресса, я сейчас не вспомню название этой газеты, утверждает, что через несколько месяцев Украина пойдет наступление, попробует провести ряд наступательных ракций после того, как нам предоставят истребители М-16. Ну, это явно обозреватель, журналист, который писал, имеет весьма отдаленное представление о нюансах войны. Даже, даже если будет 50-60 истребителей F-16, это кардинально, это не лундерваффы, они кардинально не поменяют ситуацию на поле боя. Другое дело, там, если бы радикально изменили ситуацию с боеприпасами, с артиллерией, то да, это могло бы повлиять. Дали бы дальнобойные Атакамс, дали бы помехозащищенные головки наведения, которые могли бы преодолевать российские средства радиоэлектронной борьбы, а россияне демонстрируют эффективную работу РЭП. В любом случае, эскалибру и Атакамс иногда бьют мимо цели как раз в силу специфики использования этих средств. Такие возможности, я думаю, у военно-промышленного комплекса США наверняка было бы политическая воля и большое желание, я думаю, эти возможности бы изыскали. Ну да, вот с волей и желанием, Андрей Владимирович, здесь очень много вопросов. Кстати, президент Зеленский, он посещает страны Балтии на встрече с президентом Литвы на УСЭДе, я так понимаю, во время итоговой пресс-конференции. Зеленский сказал, что Путин не закончит войну, пока мы все вместе не закончим его. Он не остановится, пока не разрушит Украину, если Украина не победит Россию, то следующими могут стать Литва, Латвия, Эстония, Молдова, и также президент подчеркнул, сказав о том, что этот 24-й год станет решающим для Украины, Литвы и партнеров. Скажите, пожалуйста, а вот эти все, которые якобы вместе, по мнению Зеленского, насколько они и мотивированы, хотят, стремятся закончить Путина? Ну, разные ситуации. Если министр обороны Италии сегодня говорит о том, что необходимо искать, идти дипломатическим путем. И, кстати, это не первое его заявление за последнее время. Да, да, да. И, как говорится, судя по всему, судя по прогнозу, возможному прогнозу результатов выборов и в Европарламент, и выборов в целом ряде европейских стран, там как раз усилится позиции друзей Путина и евроскептиков, ну, эти голоса будут звучать все громче. В Литве как раз там Зеленский тоже сказал о том, что партнеры не давят на нас, чтобы мы шли, ну, возможно, это он имел ввиду Литву. А в Литве, да, есть очень серьезные опасения, что Путин, допустим, случись что-то плохое, катастрофическое здесь в Украине, на Кураже может заняться и странами Балтии, там, Славским коридором, или там, там, Латвии, начать защищать русскоязычных, которых оттуда депортируют, и вот, ну, как говорится, продолжить, развить тему того, что он начал в феврале 2022 года. Поэтому там очень серьезно опасаются, и действительно, если посмотрим там, по объему, там, военные возможности объема того, что та же маленькая Литва передала Украине, да, дали больше, чем, как говорится, почти все, что у них было. Ну, понятно, рассчитывают, что, кажется, это будет восполнено, но, тем не менее, и за это спасибо. Вот, позиции у партнеров разные. Если у Польши, как говорится, и Литвы, Латвии, Эстонии там одна позиция, то у Словакии теперь, у Венгрии она выглядит совершенно иначе. Вот, поэтому это потери 2023 года, то есть, если 22-й год консолидировал Европу, консолидировал НАТО и в поддержке Украины, и практически голоса сторонников, тех, кто там считал необходимым сохранить Путина лицо, притихли, то 23-й год ситуация перевернулась кардинально. Здесь она, к сожалению, для нас оказалась почти проигрышной. не за горами так же лета 24-го года и в фокусе предстоящего саммита НАТО Зеленский заявил, что хотел бы получить хотя бы один конкретный шаг по приближению к вступлению, точнее, по приближению этого саммита. Скажите, пожалуйста, вот о каком шаге со стороны НАТО может идти речь? Ну, я думаю, все-таки речь идет о ПДЧ. ПДЧ же отменили, сказали, что Украина будет вступать НАТО без плана действий по членству. Я имею в виду аналог, то есть, когда уже там конкретный алгоритм действий, то есть, чтобы это уже запахнуло конкретикой, поскольку пока вот и с Евросоюзом, и с НАТО, к сожалению, очень сильно напоминает вот такую морковку, которую перед носом как говорится утягиваемого животного машут. знаете, когда говорят о том, что, да, можно рассматривать как успех, можно подать как успех в том, что там кандидатство в члены Евросоюза, но у Турции это кандидатство продолжается уже там четверть века, и Турция, наоборот, по-моему, не приближается, отдаляется. Ну, чтобы не получилось так же и с НАТО. Но, естественно, Зеленскому надо хоть, ну, какой-то актив, поскольку надо еще дожить до этого, до мая-июня. Впереди будут очень тяжелые месяцы. В этом плане и основные угрозы, это, во-первых, фронт, чтобы не, ну, удержать фронт в тех условиях, когда помощь радикально сокращена, и даже вот та же мобилизация, этих же людей надо подготовить, это время, и явно, ну, как говорится, на фоне того, что в России пока резервов хватает. То есть, дефицита, живой силы, судя по всему, они не испытывают. У нас он уже есть. Первый фронт. Второе, чтобы не началась традиционная украинская борьба за булаву раньше времени, которая всегда в истории Украины, что в 17 веке, что в 20-м, приводила к фатальным и трагическим последствиям. А разве сейчас нет этой битвы? Уже пошла, и, собственно, вот это навевает тревогу, поскольку кардинально это ничего, то есть, это борьба, то есть, за позиции у корыта. Крыта, причем предельно оскудевшая. Качественно ничего не меняющая для страны. Во всяком случае, то, что тренд критики президента и его команды набирает обороты, это буквально происходило на наших глазах. В апреле месяце появляется очень интересная статья в украинской правде о том, что Зеленский виновен в том, чтобы война пришла в страну и так далее, но это так, звоночек, а вот представитель этой красивой фракции ГООС уже говорит о том, что Зеленский политически мертв. Не прошло и девяти месяцев. Поэтому вот эта борьба, борьба за власть в условиях войны, она в лучшем случае может привести к руине, если не потратить государственность. И третий риск экономика. Экономика. Да, нам там рассказывают о том, что у нас 71 миллиард золотовалютных резервов, что пока гривна будет держаться, но пока, к сожалению, это надо быть очень легковерным, чтобы в стране, в которой, ну, фактически обнулилась экономика, что-то еще работает. Много мы как раз жили благодаря вот этим прямой бюджетной поддержке со стороны наших партнеров. С августа прошлого года ее уже нет. И очень скоро, боюсь, уже в феврале месяце, это мы можем в полной мере ощутить. Вот. Это третий риск. Вот. Чтобы это не сошлось в идеальный шторм для Украины. Поэтому, когда Зеленский говорит о там, в Вильнюсском саммите, да, до этого времени, дай бог, еще дожить. Андрей Владимирович, Бломберг также писал, ссылаясь на свои источники, что в прошлом месяце, в декабре, состоялась секретная встреча Украины, Большой Семерки, нескольких стран глобального юга, на которые продвигалась украинская формула мира. И, как известно, вскоре Украина получит еще одну возможность провести переговоры с этими государствами, но уже на встрече в Давосе, на всемирном экономическом форуме. Речь идет о переговорном треке. Содержание формулы украинского мира, это содержание и то, что предложил Зеленский еще в конце 22-го года, всем известно. Но что это за процесс такой? Процесс ради процесса? Или все же есть надежда на проведение вот того глобального саммита мира, о котором говорил и Зеленский, и Ермак, и что? Вот Россия, она согласится на переговоры, ведь Кулеба, министр иностранных дел Украины буквально на днях, что сказал, что никакой заморозки речи не идет, Россия не стремится погасить этот конфликт. Ну, пока это уже превратилось в пиар-мероприятие разговора о формуле мира. Одно дело, когда это в 22-м году прозвучало, это было действительно весомо на фоне растущей поддержки, в том числе и финансовой и военной поддержки. То есть, любое действие, любая позиция, она должна поддерживаться, она должна стоять на чем-то твердом. Сейчас вот это твердое, но как-то расползается, по моему мнению. Поэтому это чисто уже пиар-мероприятие. Саммит мира он может пройти, но его итогом нынешних таких тех, при тех позициях, которые сегодня мы имеем, может стать очень такой похабный для Украины мир. Вот. Связанный с утратой территорий. Поэтому я бы тут не спешил. Другое дело, по моему мнению, чем, куда большее значение, чем Давос будет иметь Дубай. И для Соединенных Штатов куда опаснее, серьезнее, то, что они могут потерять свои позиции на Ближнем Востоке. Украина может оказаться болезненной потерей. Очень болезненной потерей. Но стратегические последствия, далекоиграющие, далекоидущие, назревают на Ближнем Востоке. Усиливающаяся роль Китая, такая фронда авторитарных режимов по отношению к свободному миру. И пока, во всяком случае, у Соединенных Штатов не склеивается ситуация. Ну и давайте не забывать еще ситуацию вокруг двух Кореи. Недавнее заявление Ким Чен Ына, эвакуация граждан, которые находятся физически на территории Южной Кореи. Это все неспроста. 13 января выборы на Тайване. Кто говорит про китайский или сторонник объявления независимости Тайваня и не взорвет ли это ситуацию. Мне кажется, до войны вряд ли дойдет. Бекин еще не готов, поскольку это может обернуться потерей войны за Тайвань, военные операции. Там можно обернуться потерей 10% мирового ВВП. И в том числе для Китая. Китаю важно торговать, наращивать экономические мускулы. Блокада, да, блокада Тайваня в этой ситуации, если там победят, как раз если радикально повернут роль в сторону провозглашения независимости, окончательной сепаратизации от Китая, да, блокада в такой ситуации возможна. Ну, это, как говорится, меньше изол. И Латинскую Америку, ну, как-то там притихнуло относительно Венесуна и Гаяна, то есть по всему миру, вот как раз вот эти цепочка очагов нестабильности, которые могут быть и в любой момент может полыхнуть. И здесь как раз геополитическая слабость Соединенных Штатов, то есть их позиция 30 лет тому назад подкреплялась совершенно иным масштабом экономической и военной мощи. нежели сегодня. А сегодня в виде том, что гарантии и слово президента Соединенных Штатов, то есть оно, как говорится, не подкреплено столь же серьезными аргументами, как некогда 30 лет тому назад. И поэтому мы видим оформление такого неформального альянса, который скорее не за что-то, а против кого-то, а против кого-то, против мирового ГИМОНа. За многополярный мир. Ну, такая, кажется, китайская игра замысловатая, которую мы сегодня наблюдаем. Андрей Золотарев, известный украинский политтехнолог, был сегодня вместе с нами на Политэк. Андрей Владимирович, спасибо вам за этот разговор и также благодарю всех наших зрителей, слушателей и подписчиков и вежливо, но настойчиво напоминаю, те, кто еще не подписался на Политэку, пожалуйста, подпишитесь, это действительно важно. Знаю, что вам не сложно, ну, а нам очень-очень приятно. Берегите себя и до новых встреч. Всем всего доброго.